В США судят сотрудника Внешэкономбанка Евгения Бурякова, который работал в Нью-Йорке. По версии прокуроров, он является сотрудником российской разведки и, работая под прикрытием в банке, собирал информацию экономического характера, в том числе касаемо санкций. Более того, на недавнем суде подозреваемый своей вины не отрицал. Об этом шпионском скандале и о том, что это значит для российской разведки, накануне ТВ рассказал историк спецслужб Александр Колпакиди. Если разоблачение сотрудников разведки – это, в принципе, довольно рядовое явление, то насколько часто пойманные признаются в шпионаже? Эксперт подчеркивает, по внешним признакам все получается так, но чтобы точно сказать, что к чему необходимо знать все нюансы. Александр Колпакиди отмечает, экономическая разведка была всегда основным направлением США. Но в свое время и СССР им не уступал. Что же теперь стало? В эфире была рубрика «Экспертное мнение» специально для Накануне ТВ. Подписывайтесь на канал накануне ТВ и смотрите другие видео из рубрики «Экспертное мнение».